Всем привет! Прямо сейчас вас ждет свежая порция новостей студенческого мира от корреспондентов Универ Ньюс. С вами я, Марина Захарова, и мы начинаем. Старт новым российско-японским проектам успешно дан. Откуда они все узнали? Юные геологи продемонстрировали свои знания. Почему старинные здания университета приковывают взгляды? Ответ есть. Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии инициировало несколько программ, реализуемых совместно с российскими вузами. Казанский федеральный университет уже доказал эффективность подобного сотрудничества на примере проектов КФУ «Рикен». Так что плодотворное сотрудничество будет продолжено. Каким проектом уже дан старт, расскажет Аделя Шамилова. В японском городе Канадзава представители России в лице ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова и Японии в лице президента университета Канадзава Коицу Ямазаки подписали ряд соглашений, расширяющих научные и образовательные контакты между университетами и странами. В частности, первым был подписан меморандум, предполагающим дополнительные образовательные траектории для студентов Института вычислительной математики и механики и Института физики Казанского федерального. Второй подписанный документ – это соглашение о сотрудничестве и научном обмене между Республиканским клиническим онкологическим диспансером Министерства здравоохранения Сатарстана, Казанским федеральным и Университетом Канадзавы. Документ предполагает обмену результатами исследований перекрестной командировки научных сотрудников, программы обмена совместной публикации, организации симпозиумов и конференций. Стоит принять к сведению, что возможность получения двойного диплома российскими и японскими студентами однозначно позволит не только поднять личный уровень младых ученых, но и построить мост с дружбой между странами. Адали Шамилова, Универньюз. Со студентами Казанского федерального встретился советский и российский экономист, член-корреспондент РАН Георгий Клейнер. Что послужило причиной встречи, смотрите в сюжете нашего корреспондента. В российском индексе научного цитирования в области экономики работы Георгия Клейнера уже много лет занимают первое место. Именно поэтому открытая лекция, с которой он выступил в Казанском федеральном, вызвала такой большой интерес. Ученый напомнил, что современная экономика представляет собой сочетание абсолютно разных сущностей – экономическую теорию, экономическую политику и реальную экономическую практику. Также на своей лекции Георгий Клейнер постарался найти ответ на вопрос, откуда в Кодексе Российской Федерации взялось утверждение об обязанности предприятия максимизировать прибыль. Откуда это взято? Просите. Может, она максимизирует доходы? Может, она максимизирует зарплату? Ответ из экономической теории, из неоклассической теории, которая доминировала в течение большей части 20 века. Георгий Клейнер утверждает, что самые сложные, на первый взгляд, теоретические проблемы имеют непосредственную связь с экономической и управленческой реальностью. Он обратил внимание слушателей на важность комплексного открытого мировоззрения, которое является фундаментом успешной профессиональной и предпринимательской деятельности современного человека. А дальше Милова, Ленарда Валерьяров, Ниверньюс. Казанский федеральный университет не первый год организовывает предметные олимпиады для школьников. Прошел очный тур Олимпиады по геологии. Что получит победитель, ты узнаешь прямо сейчас. 17 января прошел очный тур межрегиональной предметной Олимпиады по геологии Казанского федерального университета. В Олимпиаде участвуют учащиеся школ со всей России и различных стран СНГ. До этого состоялся интернет-тур, в котором отбирались участники основного этапа Олимпиады. Как известно, диалогия – предмет, который в школе не преподается. И при организации Олимпиад по геологии мы сталкиваемся с некоторыми трудностями в связи с этим вопросом. Но в целом нам удается успешно их решать. И уже несколько лет проводится Олимпиада по геологии Казанского федерального университета. Основная цель проведения Олимпиад по геологии нашим институтом – это, конечно, поиск одаренных детей, которые заинтересованы геологией. Задания на Олимпиаде были как теоретические, так и практические. Например, школьники должны были определить образцы минералов и останки древних моллюсков. Участники высоко оценивают опыт от соревнования. Для них это возможность и проявить себя, и улучшить свое положение при поступлении. Я участвую не первый год в ней. И я хочу проверить свои знания и получить какие-то льготы от этого. То есть ты планируешь поступать в Куку? Да. Мы изучаем геологию в качестве кружка. И у нас это идет как одно из направлений. Мы ее сами изучаем, без преподавателей, с помощью учебников, презентаций от Казанского университета. Как ты считаешь, эта Олимпиада откроет для тебя что-то новое? Ну, безусловно, откроет. Разные Олимпиады – это своего рода проверка знаний в этой области. И это интересно, и мы развиваемся. Даже если что-то не получится, то все равно какие-то знания отложатся, и это поможет. Олимпиада проводится и в остальных предметных направлениях, таких как математика, общество знаний и многие другие. В целом в соревновании приняли участие 23 тысячи человек. Победитель каждого из предметных направлений получит 5 баллов при поступлении к результатам ЕГЭ. Призеры получат 3 балла. Артем Тупичкин, Роман Самарин, Универньюз. Внешний вид – это очень важно даже для университета. О том, как Казанский федеральный стал одним из важнейших архитектурных комплексов Казани, расскажет Олег Кашин. Казанский федеральный университет привлекает внимание не только как научный и образовательный центр, но и как архитектурный объект. В музее Николая Лобачевского Казанского федерального университета имеется портрет человека, который повлиял на облик сего вуза. На портрете 1846 года изображен Михаил Каринский, ближайший сподвижник Николая Лобачевского в деле проектирования и строительства университетского комплекса. Михаил Каринский был архитектором Казанского университета с 1832 года. Под его руководством было построено несколько зданий в едином стиле. А именно это анатомический театр, библиотека, химическая лаборатория и обсерватория. Позже были построены различные хозяйственные постройки и университетская клиника. Весь университетский комплекс был объединен площадью перед главным зданием. Все это образовывало единый ансамбль, который возвышался над всем городом. Университетский городок стал шедевром позднего классицизма. Если взглянуть на Казань 1838 года, то можно заметить разноэтажную постройку жилой части города. На фоне таких домов университетский городок, выстроенный из белого камня, несомненно приковывал взгляды. В 1837 году Михаил Каринский стал профессором Казанского университета и преподавал теорию гражданской архитектуры. Подробнее о музее Николая Лобачевского и истории Казанского федерального университета мы расскажем в следующих выпусках. Оля Кашин, Ленар Довлетьяров, Универньюс. В Казанском федеральном университете состоится хакатон «Интеллектуальные транспортные системы и элементы ситуационных центров». Призовой фонд составляет 118 тысяч рублей. Заявки принимаются до 19 февраля. Чем готов удивлять хакатон в этом году, расскажет Диана Шилова. В следующем месяце в Высшей школе ИТИС Казанского федерального университета пройдет хакатон «Интеллектуальные транспортные системы и элементы ситуационных центров», которые проводятся уже третий раз подряд. Он проводится, конечно, не первый год у нас уже, получается, третий у нас хакатон по этой тематике. Спонсор этого мероприятия у нас является бюджетное учреждение безопасности дорожного движения и организация по безопасности жизнедеятельности детей, научный центр. Непосредственно курирует это вообще направление развития и регулярные мероприятия в рамках хакатона. Это Ревкат Нургалевич Мениханов, он как-то так очень активно нас поддерживает, вообще деятельность студенческую, молодежную. Основной целью мероприятия является выявление и поддержка наиболее талантливой и творческой активной молодежи, поощрение их научной деятельности, а также развитие форм сотрудничества образовательных организаций с подразделениями госавтоинспекции, общественными организациями по профилактике дорожно-транспортного травматизма. Интеллектуальная транссистема – это не везде освещенная тематика, в основном хайповое направление – это большие данные, искусственный интеллект, блокчейн. Здесь, конечно, это в основном направлено, практико-ориентированное такое направление, где направлено на применимость в городской среде. Акцент мы делаем на студентах вообще кафушных, потому что они нам ближе, их много, но также мы рассылаем приглашения во все вузы республики Тарстан, и, в принципе, бывало, что к нам из Челнов, из других регионов приезжают. Другие вузы обязательно, конечно, тоже участвуют, даже участвуют, в принципе, и из IT-лицей у нас. Прошлый гагатон интеллектуальной транспортной системы «Мобильность людей», который состоялся в октябре 2017 года, победили студенты Высшей школы ИТСКФУ Екатерина Бобринская и Данил Кузнецов, которые представили прототип умного браслета для водителей. Диана Шилова, Роман Самарин, Универ Ньюс. А на этом наш выпуск подходит к концу, и пусть каждый ваш день будет наполнен только лучшими новостями. С вами была Марина Захарова. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова